Мы в Мексике. Сегодня мы прогуляемся по улицам столицы Мехико. Покажем протесты перед президентским дворцом, увидим настоящих индейцев, попробуем еду на местном рынке, а также прочувствуем напряженную обстановку около самого опасного района Мехико, Типита. Погнали! Уже прилетаем к Мехико, осталось буквально 26 минут, заполняем миграционную форму. Вот такие вот красивые бланки. Здесь еще заполняется, да? Да, я там в России. Смотрите, в этом самолете нет шторки иллюминатора, и она закрывается вот кнопочкой. То есть стекло темнее и светлее становится в ваших садях. Просто капец, мы проспали, проснулись, поели. Уже начинаем садиться. Капельный какой! Сейчас будем выходить в Мехико. Добро пожаловать в Мехико-Сити. Мы уже прошли паспортный контроль, и сейчас ищем, где купить симку, обменять деньги в аэропорту Мехико-Сити. Вот, и потом выдвигаемся на метро, в центр города, где у нас заплокирован отель. В Мехико-Сити мы будем один день, одну ночь, и завтра вечером мы уже улетаем в другой город. Ну, и сейчас будем обменивать доллары по фонсим-картам. Здесь, когда берешь покупать сим-карту, здесь безлимитные соцсети. Мы берем, значит, 3 гигабайта на 30 дней, и это стоит 200 песо. 200 песо – это 737 рублей, поэтому всегда будешь на связи, и вообще круто, как бы, иметь связь. Так, выглядит связь, AT&T, мы берем, вот, смотрите, безлимитный, мы берем вот эту. И вот, молодой человек, нам сейчас активирует все. Ну, вот мы и в Мехико. Спускаемся в метро, это станция метро около аэропорта. 5 песо – это 15 рублей. Вот метрошечка, заходим в метрошечку сейчас, вставляем. Так, оп. Где забирать его? И все, и уходит. Не выходит ничего, да, получается? Две пересадки, чувак. Две? Да. Две пересадки. Наш поезд. Кайф. Из поезда, короче, ездят надувные колеса или какие-то, да? Короче, как в Париже. Больше такой не встречали нигде. Очень интересно, особенно, что станции здесь обозначаются картинками, потому что огромный отслой населения не умеет просто читать. Поэтому станции здесь обозначаются картинками. Вот такой вот интересный город. А метро, между прочим, само как в Париже. Вот, переход обозначен вот на квадратики. Видите, два разделения цвета. Сейчас мы едем еще по окраинам. Окраины Мехико-Сити. Центр города, где у нас отель. Вот такие вот колеса в вагонах метро. Мехико, как в Париже. Они вроде надувные, короче. Ну, так как, вот как автомобиль. Вот человек в синий, в одежде. Вот он здесь служит для того, чтобы запихивать людей. Потому что огромное количество народа запихивает людей в метро. У каждого двери такой стоит. Он там стоит, поделиться. Странный у нас такой позор. Мне приезжали просто к труду. Кстати, все в масках. Это очень важно. А, ну все, здесь их не запихивает уже никого. Ну все, мы вышли, идем. Огромная толпа людей по метро. Людей, правда, много. Так, мы доехали до нашей станции метро. Вот только вышли. И вот первое, что мы увидели в центре Мехико-Сити. Народа много на улицах. Метро вообще толкотня. Все ходят в масках. Идем к нашему отелю. Магазики. Там вот так осготовили. Ограничение, смотрите, в городе 20 км в час. Вот там, видите, сзади стоят велосипеды. Городской прокат. Посмотрели условия. Попробуем замутить все велосипеды, чтобы покататься в Мехико на велике. Подходим к зданию, которое на карте отмечено как наш отель. Вот это здание. Походу здесь наш отель. Сейчас надо разобраться, где вход. Такая вот улица у нас. Переходи, переходи. Каса Пепе называется у нас. Заселяемся, вернее, еще в отель. И вот сразу на входе отель называется Каса Пепе. Вот кто нас встречает. О, какой крутой интерьер, смотрите. Классный у нас, конечно, отель. Да, мы сделали обязательно обзор. На этот отель, смотрите. Здесь еще есть терраса. Мы доехали в отель. И вот уже идем по улице, по улице Мехико на главную площадь, площадь Конституции. Посмотреть самые такие основные достопримечательности. Сделать такой чек-ин. Ну, потому что нужно посетить то, что как бы массы, а потом уже углубляться в дебри города. Вот такой вот городской здесь транспорт, общественный, велосипедный. Вот мы позже попробуем его взять. Не знаю, получится или нет, но попробуем. Было бы интересно прокатиться. А вот там вот уже нас ждет главный кафедральный собор Мехико на главной площади. Сейчас мы ее вам покажем. Ну что, я пока в другой шляпе, не сомбреро. Пойдем, деревняки. Да, мы находимся в Мехико, друзья. Это столица Мексики, Мехико-сити. Мехико очень напоминает Европу. Ну, посмотрите. Все очень цивильно. То есть после наших арабских трипов, это, конечно, цивилизация. И первые впечатления замечательные. Заселились в гостиницу потрясающую просто. Это как хостел с террасой. Будет завтрак, и обязательно сделаем обзор на гостишку. И вот мы уже заходим. Вот она, смотрите. Вот она, главная площадь, площадь Конституции. Вот это президентский дворец. Здесь президент Мехико, его резиденция. Мехико один из самых густонаселенных городов в мире. Здесь, по каким-то оценкам, население более 20 миллионов. То есть когда-то это считалось самым густонаселенным городом мира. Такой огромнейший флаг. Это Мексика. Мы находимся на центральной площади, площадь Конституции. Вот она такая огромная и пустынная. На самом деле здесь очень часто происходят всякие мероприятия, фестивали. Но сейчас из-за коронавирусных ограничений, естественные мероприятия просто невозможны нигде. Ну, в том числе и здесь. Позади меня Кафедральный собор Мехико. По левую руку справа от вас. Функциональный президентский дворец. Друзья, смотрите, какой огромный флаг мексиканский. Просто обалдеть. Один из самых больших государственных флагов в мире. Здесь много людей сидит на земле, бастующих чем-то, недовольных чем-то. Такое возможно на красину хочется? Мне кажется, вряд ли. А здесь возможно. Настоящая свобода чувствуется здесь в каждом запахе еды, не важно чего, проходящей мимо людей. Вот, сейчас пройдемся по ним, посмотрим, может быть, мы сможем понять по их лозунгам и плакатам, о чем вообще они. Мужчины общаются с полицейскими. Хотя он что-то объясняет полицейским. Здесь лозунги, митинги, можно спокойно смотреть и снимать. Отчитывает их, можно сказать. Тот факт, что он здесь есть, говорит о том, что здесь демократия получше, чем в наших странах советских. Так, к нашему подойди, да, сними сзади, полетелся, пинка дадут под жопу, а здесь спокойно можно. Да, сама ситуация. Причем, он, смотри, сидит, его не снимают, они даже слушают и машут головой. Он от кого-то отчитывает? Да, 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 он это, они соглашаются с ним, чувак, они соглашаются с ним, представляешь? Смотри, смотри, вот еще, еще один зритель подошел. Вот такая тут вот демократия. Смотрите, они его тоже снимают на телефон, смотри. Он говорит, что полисмен из Ногут? Почему? Почему? Хороший... Русиан, Раша, Раша. В общем, этот парень говорит при полиции о том, что полис, Ногут. И показывает вот так вот палец. Они его задерживали, они просто пообщались с ним. Вот так вот, они даже снимали его на камеру, и мы с ним сфоткались. Пойдем дальше смотреть, интересно мы попали, интересный момент. Так, вот еще один протестующий, они стоят, сидят прямо около президентского дворца. Не знаю, что они хотят. Ну, что-то написано про политику, про политику, судя на надписи. Смотрите, прямо около президентского дворца. И с ними ничего не делают. Потому что, видимо, нет законных оснований, чтобы что-то с ними сделать. Так, вот здесь вот протестующие сидят уже внутри. Вот здесь люди сидят, видимо, они что-то растянули. Что за баннер-то интересный? Ну-ка. Вот сама палатка. Джусио Политико. А вот смотри, как он. Протестующие вот живут прямо в палатках, вот около президентского дворца. Вот мужчина что-то декларирует микрофон. У него стоят динамики на машине. Вот такой вот еще есть шатер. А, так и кто он и говорит? С человек сидит с тачкой и просто говорит микрофон. Ну, видимо, говорит какие-то вещи, касающиеся политики. Потому что здесь вот куча палаток. Здесь палатки. Здесь люди ночуют, я так понимаю, живут. Вот там вот палатки. Это самая центральная площадь. У человека просто такую чувствую, как будто отчитывают политику. Прям жестко. Послушайте. Вот это свобода. Слушай, я такого не встречал еще. Хочется здесь выразить такую мысль, что протестовать и выражать свое мнение – это нормально. Даже рядом с резиденцией президента. А вот соглашаться с тем, что вам впаривает, впаривает власть, не спрашивая мнения народа – это нифига не нормально. Смотрите, здесь даже дети в палатках. Обалдеть. Там их так много. Тоже выражает свое недовольство. Они здесь прямо живут, представьте, на центральной площади. Ни хрена себе. Такое бывает вообще. И никто их не гоняет, никакая полиция. Полиция даже наоборот поощряет даже чем-то. Сзади еще один шатер протестующих. И там даже дети есть. То есть там маленькие дети лежат, младенцы. Слышан их крик. Ну, дети кричат. И дети живут в этой палатке с родителями, которые протестуют. И с этим ничего не делается в Мексике. Мы, честно говоря, не знаем, кто эти люди. Израиль, Вольярта, Либре. Но явно это все политические акции. Все-таки место. И как это все выглядит, говорят только об этом. Мы немного прошлись по центральной площади Мехика, вокруг этих шатров. Которые поставили протестующие палатки. Вот, например, один шатер на фоне Капитерального собора. С другой стороны тоже несколько. Раз, два, три, четыре. Там еще машина стоит, где мужчина декларирует какие-то речи политические. И все это проходит в лодку фоне президентского дворца. И вот, что я самое главное сейчас подумал. Вообще плохо, что для нас, для россиян, это удивительно. Мы удивляемся этому. Как это так? Почему люди протестуют, а с ними ничего не делают? Что как бы полиция ходит, разговаривает с ними. И все. То есть у них нет прав, их как-то выглядит. Может, у них желания нет, конечно. Наверное, они соглашаются с чем-то. Ну, в общем, что для нас это удивительно. Вот. Это должно быть нормально. Это и есть, то есть, как бы выражение общественного мнения. Смотрите, друзья, мы попали. Центральная площадь прямо сейчас происходит. Это какая-то массовая акция организованная. Вон там, вдалеке, стоят полицейские. Сейчас сюда подъехало несколько вот таких красных машин. Люди выражают свое мнение. Смотрите, что удивительно. Здесь даже есть дети. Вот видите, маленькие девочки держат плакаты. Жалко, мы не знаем испанского языка и не можем понять, о чем они говорят. Портреты, фотографии у них. Дети, смотрите. Это, видимо, какой-то пропавший человек. Прямо напротив президентского дворца. Смотрите, прямо здесь, где находится, работает, походу, президент. Вот такой вот протест. Я считаю, что это очень хорошо и правильно, что люди могут выражать свое мнение где угодно и как угодно. Естественно, не нарушая никаких законов. По свободе слова она, в принципе, и у нас есть. Вот, вот, свобода слова в действии. А вот полицейские, которые контролируют ситуацию, но никак не мешают протестующим. Грамотное действие полиции. Молодцы вообще. Смотрите, у них майки тоже, у них майки тоже сделаны специально. Так много здесь вообще протестующих. Вот это, вот это попали в Мехико. Случайно, интереснейшее событие, конечно. Ага, похищение людей, похищение детей. Друзья, все, мы узнали, что это такое. Это против киднеппинга, здесь против похищения детей. Прямо сейчас в Мехико вот такая вот забастовка напротив президентского дворца. У нас бы, конечно, в стране бы за это уже давно бы поотвесили за яйца группы двора. А здесь спокойно можно выйти. Но действительно есть, видимо, есть что сказать. И никакого искрения, что в этой стране похищение очень большое. Про похищение людей в Мексике ходит много легенд, слухов. И большинство из них, правда, здесь реально часто похищают людей. Это происходит из-за борьбы наркокартелей. Вот, и под эту войну, под раздачу попадают какие-то невинные люди, местные граждане, жители. Вот, и, видимо, этим людям, и вообще жителям Мексики не нравятся действия полиции. Ну, не полиции, правительство, скорее, бездействие в данной ситуации. Что это за туристическая фигня? Настоящие дети. Думаешь, настоящие? Я думаю, что очень похожи. Они у меня дети. Вот, особенно вот этот парень дредлокер, смотри, прям. И вот этот вот парень похожий. Что они делают, женщины? Индейские обряды. Слушай, какой-то обряд интересный проходит. Мы попали на руины Темплу Майер. Здесь раскопки древнего города ацтеков. Здесь была столица, то есть находилась эта столица на месте современного Мехико. Вот это вот руины пирамиды. Высота у нее была 60 метров. Но вот все равно интересно, что можно посмотреть вот такие вот раскопки прямо в центре города. То есть, собственно, вон главная площадь, президентский дворец. И здесь же вот уже раскопки древнего города ацтеков. А вот здесь вот на улице, смотрите, там огромное количество полицейских. Вот, посмотрим, что там, куда люди идут. Обалдеть, вон сколько. Так много полиции. Я чувствую себя не в безопасности в такой момент. Смотрите, как много полиции. Здесь вокруг центра очень много полиции. Вот смотрите, вот это все полицейские стоят в жилетах. Классно, что они не против сниматься всегда. Вот здесь улыбаются, здороваются. Напротив президентского дворца прям... Торговля. Торговля идет. Вот это, да, вот это президентский дворец. Активная торговля на улице. Как я понимаю, никого не гоняют. Рядом стоят полицейские. Торгуют, ну, естественно, китайским барахлом. Хотя, почему китайские, может быть, это местные. Ну, тоже барахло, в общем, все это. Кричат, зазывают, зовут, чтобы ты его купил, что-то. И никто не парится вообще, никто не парится, что их снимают, самое главное. Смотрите, куда мы попали. Здесь на улице прям настоящая уличная торговля. Все кричат, предлагают. Видят, мужчина, что предлагают? Катриан, туда скотч. Как-то вот так вот и выглядит центр Мехико. Много полиции, протестующие, торговцы. Но все очень так, по крайней мере, с виду, достаточно цивильно, безопасно. Посмотрим, что будет дальше. Хотя вот то, что люди протестуют из-за похищения людей, настораживает. Вот, например, здесь трусы продают. Торговые улицы, сейчас ищем еду. Хотим найти какой-нибудь фастфуд местный, типа такос. Вот мы здесь видели много, тоже такие вертелы, как шаурмы висят, только такос делают. Такие вот улицы, дома очень старые все. Давно не ремонтироваемые, видимо. Обшарпанные, смотри, какие балкончики. Вот. Люблю такую архитектуру. Очень красиво здесь. Люди стоят на улице вообще. А еще они зазывают, да, очень активно. Ты заметил? Идай, пах. Начинает пахнуть. А, вот, да. Здесь вот мои торгуют такосы. Вот женщины едят. Вот цены. Это капитерия, нет? Ну, как капитерия. Ресторан? Это какая-то не очень привлекательная штука, пойдем дальше. Дальше. Бегаю поисках еды, сейчас вот на карте нашли какой-то рынок. Написано, что там можно поесть. Сейчас посмотрим. Дойдем до него, посмотрим. Хотели взять такос, что-то с виду. нам дам данное заведение не приглянулась надеюсь найдем чё повкуснее вот смотрите здесь продают такие манго на палке стоит 10 песо вот такая вот штука соль как кукурузу прям манго солью интересно с лимоном пацаны дам респектую тебя вердикт как манго солью ну наверное так делаю здесь все не просто это придумала для нас с лимоном сока вообще необычно но мне прикалывает вкус прикольно с солью прикольно я бы еще взял в дальнейшем если встретиться очень вкусно манго солью это мексиканский рецепт манго стоило 10 песо это получается получается 30 рублей здесь кругом правда очень много полиции но пока мы конечно не заходили такие места жестокие жесткие отчувствую себя относительно безопасно ну как бы ребят все приветливые правда но это пока посмотрим что будет дальше идут уже не знаю сколько обычно за нами идут парни спереди и задом идут играю на степи то пацаны запах напоминает мне бангкок и очень в целом вот атмосфера плюс климат влажный такой но не так чувствуется бангкок вообще дышать невозможно было полиция тут конечно жизнь кипит вокруг хаос бардак просто дальше идут это проезжая часть боже какая жесть все что-то тащат перевозят на телегах ездят такси возят мусор вот рынок mercado по-испански это рынок я понимаю мы шли к нему чтобы найти себе еду здесь мы попали на рынок где кучи местной еды ребята вам готовят а вот смотри сколько бро смотри сколько разный еду здесь так выглядит местный рынок да такой чувачок нам нас пред приглашает нас отведать ну давай попробуем спроси сколько стоит так из у него значит идем по рынку ходим по рынку разбираемся через можно купить потому что ничего не понятно все по-испански но людей много есть есть наверно вкусно если местные едят это всегда вкусно но ничего не понятно вот повод по еде что там вот наложено как бы и вот меню вот сзади меню вообще ничего об этом нам не говорит по-английски здесь никто в принципе особо не разговаривает поэтому объясняемся как-то можно сказать на пальцах одни фуркорды здесь а я совершенно непонятно а вот здесь мясо продают разделы продают мясо благо здесь нет животных которые убивают как в арабских странах вот такой вот местный депо все едят из тарелок правда такос я вот вообще не вижу здесь как же его пробовать как же нам найти как же нам по понять что нам поесть это паста о фрукты может фрукты реально поесть короче мы попали на такой странный рынок в мексико хочется что-то поесть вот фруктовый сок например вот этот вот смотри пистачи я попробую писташковую зеленую тему что это черные штучки я попал ну ничего нормально ты ее можно не пить давай 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 попробую я увидел вкусно пробуем будет фисташковую тему вы neutrality на вот это фисташковую штуку непонятно чей даст сок как будет фисташка goog see кор屋 сок из фисташки это орехи а вот это вот апельсиновый тоже разбавлены добавлены с чем-то апельсиновый сок это фисташки бро размолотые короче настоящие фисташки размолотые мы только что видели как молят я видимо разбавлены по водой наверное в общем даже попадаются маленькие кусочки приз фристашек вы пока чувствуешь себя безопасность даже так вот находясь в самом эпицентре среди всех пацанов сято бро да да вы конечно анти санитарей дичайшая вообще к чести съесть то блина в общем решили взять мы вот в таком заведении тортас как я понимаю это типа сэндвичей бургеры мексиканские смотрите нам готовят наше первое блюдо которое мы будем сейчас есть она называется тортас это несколько видов мяса сыр вау круто смотрите такой большой сэндвич он стоит 50 песо вот так она его заворачивает чисто мексиканская такая прям фаскудная тема вот долго ходили по этому рынку не могли выбрать потому что очень много разной еды все по-испански ничего не понятно и мы можем выбрать как бы что выбрать чтобы не обломаться вот смотрите много еды много и люди сидят едят но когда видишь минуты не понимаешь что конкретно ты заказать очень много фруктов вот сейчас мы ели недавно мага на улице и здесь тоже очень много фрукта продается разделанные там манго авокадо вот в мексике надо брать фрукты потому что они здесь дешевые и свежие вот заведение где мы Мы решили поесть. Выглядит вполне, мне кажется, нечего так солидно. Какой огромный тортос на двоих. Сейчас его затестим, конечно же, обязательно. И фирменное заворачивание. С двух концов выбирает, так оп-оп-оп-оп. Блюдо в Мексике, в Мехико, которое должен попробовать каждый. Тартос. Остро, но офигенно. Очень вкусно, вообще супер. Очень хорошо. Пока мне не остро, я не знаю. Может еще не добро в голову? Как я понял, сыр острый, да? Половина стоит, получается, 80 рублей. Такой бургер, 80 рублей. Офигенно. Смотрите, ребята. Человек занят с таксофоном. Здесь, кстати, часто распространено. Я слышал, что вот такая вот телефонная связь. Таксофон до сих пор. Посмотрите, сколько их здесь. Вот. Полиция едет. Ребята, сейчас быстренько свернулись. Сейчас, наверное, все будет обратно. Возвращаться в пакетики. Видите, мужчина сейчас убирает дон, чтобы он там что-то продавал. Потому что там дальше едет полиция. И когда едет полиция, они сворачивают все вот эти вот торговли, которые на плитке, на земле, короче. Вон, видите, там полиция вдалеке. А, ну и вот здесь она, да. Вот там сразу все. Мужчина отходит, там полиция уезжает, и они снова восстанавливают торговлю. Такос за 17. Здесь, в принципе, все цены в песо, но они обозначаются значком доллара. Но это 17 не долларов, естественно, а песо. Одно песо – 3 рубля. Кстати, хотелось бы сказать очень интересное замечание сделать. А мексиканцы очень-очень любят ешь с вывески. Особенно с вывеску с Coca-Cola, заметьте. На всех магазинах, вот даже, смотрите. В общем, сейчас мы шли по райончику. Ну, по рынку. Все по тому же. Снимали, снимали, снимали. Подходит к нам парень. Чуть не задавили меня. Ты видал? В общем, этот чувак подошел ко мне и говорит, покажи мне, что у тебя в телефоне снято. Ко мне и к Антону. Я сказал, я тебя не понимаю. Ну, хотя я понял, что он имел в виду. В общем, он очень сильно настаивал. Потом подвел к нам какого-то кента. Кент нам сказал, чтобы мы ничего не снимали. Мы сказали, окей, но проблем. Он говорит, у тебя будут проблемы, но проблем. Я говорю, да, да. И мы перестали снимать, потому что он начал за нами следить, реально. Он убедился, чтобы мы ничего не снимали. Чтобы мы ушли с этого района. И мы ушли. Но ушли ненадолго. А в следующем выпуске мы покажем палаточный лагерь индейцев в центре Мехико. Поднимемся на латиноамериканскую башню и попробуем настоящий такос. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео наших путешествий.